Полтора года падало, полтора года росло. Уже падает год и три месяца. Друзья, снова всем привет. Сегодня мне хотелось бы самую малость поговорить о криптовалюте. Поговорить, разобрать точнее с вами, что же выгоднее майнить, покупать фермы, асики или же просто держать биткоин. Очень много людей скупают оборудование на фоне падения курса биткоина. Он уже достигал сегодня 17,5 тысяч долларов по отношению к тем 65. В 2021 году, когда он доходил до 65, сейчас он стоит уже 17. Друзья, это еще не предел, он будет падать скорее всего еще ниже. Но я сегодня не о прогнозах, а о том, что выгоднее. Давайте вернемся 5 лет назад, в 2017 году, когда я заходил в майнинг, биткоин стоил 1700 долларов. У меня была сумма 600 тысяч рублей. И я, может быть, думал о том, чтобы купить биткоин, но я боялся это сделать, потому что не знал, что это такое. Я купил одну видеокарту, вставил ее в свой компьютер и начал майнить. Когда я намайнил 100-200 рублей, я понял, что да, и вывел эти деньги к себе на карточку, я понял, что да, действительно, это не воздух. Можно на видеокарте как-то извлекать деньги. Назовем это так по-простому. Во все тонкости в эти алгоритмы я не вникал, потому что это было достаточно сложно, но то, что это работает, это было факт. За полгода я намайнил 300 тысяч рублей. В первом месте я намайнил 100 тысяч рублей, во второй месяц 80, в третьем 70, 60, 40, 30 на понижение. Хотя курс эфира, по-моему, я тогда манил именно эфир, вторая монетка в топ, курс рос, но сложность росла еще больше, поэтому моя доходность падала. Это нормальное явление для всех тех, кто занимается майнингом. Вы все это прекрасно знаете. Так вот, давайте берем промежуток полгода и цифру 600 тысяч. С 600 тысяч, купив две фермы на видеокартах, я намайнил, заработал 300 тысяч рублей чистыми за минусом электричества. Потом биткоин наш начал резко падать. Я немножко запаниковал, думаю надо срочно продавать оборудование. Я его поставил на 100 тысяч дешевле, то есть я его продал за 500. Задача была избавиться от оборудования. В итоге остался в плюс 200 тысяч. Считаем, за полгода от 600 я заработал 200 тысяч, это где-то 35 процентов. То есть это, грубо говоря, 70 процентов годовых я проинвестировал деньги в оборудование, чтобы намайнить. Сейчас можно приблизительно то же самое сделать, хотя сейчас оборудование совершенно другое, сложности совершенно другие, но плюс-минус картина приблизительно та же. Покупая какое-то очень свежее новое оборудование с большим хешрейтом, доходность ваша будет стремиться к нулю. С каждым днем все быстрее и быстрее. Давайте теперь рассмотрим вариант номер два. Если бы я на 600 тысяч не покупал бы две фермы и не манил бы полгода, а если бы при курсе биткоина в октябре 2017 года в 1700 долларов, я бы купил бы просто биткоин и не делал бы ничего. Январь 2018 года спустя четыре месяца биткоин доходит до стоимости 20000 долларов. Если бы я даже по 16-17 продал, друзья, это было бы x10, это было бы тысячу процентов. Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Ялте или в Сочи. В итоге я мог бы заработать x10. Теперь давайте рассмотрим другой вариант. Покупая год назад, когда биткоин стоит 65 тысяч, все трубят, биткоин сейчас пойдет до миллиона. Покупая оборудование за дорого, потому что когда курс биткоина наверху, все стоит очень дорого, все, что связано с майнингом. Покупая за дорогое оборудование и начинаю майнить. Курс естественно падает, 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 падает. Сегодня курс уже доходил до 17 тысяч долларов. Очень многие повыкидывали в авито, смотрю сейчас объявления, продают оборудование для майнинга, пишут в связи с переездом в город, в связи со сменой деятельности и так далее. Понятное дело, что невыгодно уже майнить. Но, по крайней мере, пока биткоин год падал, можно было что-то помайнить и что-то заработать. А если бы я на 65 тысячах долларов за один биткоин купил бы на 600 тысяч биткоин, что бы у меня через год было? У меня через год была бы полная жопа, потому что сейчас биткоин стоит 17 тысяч. То есть я бы потерял, разделил бы свою сумму, у меня от 600 тысяч осталось бы 150. Я разделил бы на 4. То есть было 65, сейчас 17, а ровно делить на 4. Есть такое понятие x4 и делить на 4. Вот если бы я купил бы биткоин при, повторяю, стоимости 65 тысяч, по 17 продал бы, какая красота. Так вот, подытожим. Входить в майнинг можно, интересно, нужно на верху стоимости криптовалюты. Когда ты видишь, что она достигла своего пика и потихонечку, потихонечку ползет вниз. Тогда майнить можно, тогда нужно, если вы уже решили заниматься криптовалютой. То есть мы сегодня говорим конкретно про тех людей, кто конкретно занимается криптовалютой. То есть, если вы решили все-таки заниматься, майните, заходите в майнинг наверху. Когда битточек падает и вы чувствуете, что уже вот-вот дно, продавайте майнинг, продавайте оборудование и все деньги вкладывайте в какую-то криптовалюту. А вкладывать ее в биткоин или в какие-то альткоины, это уже другой вопрос, разберем чуть-чуть попозже. Что такое хай? Есть такое понятие одно, есть такое понятие хай. Хай биткоина в 20 тысяч был в апреле, прошу прощения, в январе 2018 года. Второй хай биткоина в 65 тысяч, ну сначала он был в 60 тысяч, это было в апреле как раз таки 21 года, и потом второй перебитый хай был в ноябре 21 года. График биткоина вырисовывает вот такую букву М. Я сейчас не рассказываю про буквы, плечи, головы, вот это все хренату, которую рассказывают трейдеры, холдеры, криптованги. Я сейчас просто пытаюсь включить обычный здравый смысл. То есть когда биткоин стоил 1700 долларов, он был никому неизвестен, я только в этого шел, мне было интересно, что же это такое. Потом пошла очень большая реклама и начали входить все. Люди начали вкидывать бабки, брать кредиты, что-то продавать, засаживать. И эта реклама появилась, друзья, не на 1700 долларов, эта реклама появилась на 18-19 тысячах, когда биткоин стоил уже очень много, когда входить в него естественно нельзя. Значит вот эта буква М, которая вырисовывает график. Это хай первый и хай второй. Вот фактически между этими двумя хаями промежуток три года. Первые полтора года биткоин падает, когда дали рекламу, все вошли, надо всех скинуть. Именно полтора года, потому что месяц-два-три, если будет падать, люди же не поверят, ну блин, сейчас-то наверное дальше начнет расти. А когда это планомерно происходит полтора года, у людей уже, наверное, видимо не хватает нервов, они это все продают к чертям собачьим, думают, что это вообще скам и вообще это все обесценится и рухнет. Вы, наверное, не поверите, но когда биткоин стоил 20 тысяч долларов, я уже очень плотно занимался этой бизнес-идеей, назовем ее так. Я говорил, что биткоин упадет где-то до трех, до трех тысяч. Я говорил до трех тысяч долларов. Он упал, по-моему, до 3300 долларов. Самая минимальная точка была. То есть я попал практически в самую десяточку. Полтора года он падал до трех-триста. Естественно, про него все забыли, все подумали, что вот, да, это была рекламка, классная, 20 тысяч долларов, все упало, куча людей, миллиарды долларов по всему миру вложили, и биткоин упал. Потом пошел незначительный рост, 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 причем рост вообще такой практически прямая, и потом резкая гипербола вверх. И в апреле 21 года биткоин достигает 60 тысяч долларов. Опять реклама, опять соцсети, ламборджини, миллионы долларов, я криптомайнер, я умею зарабатывать бабки. И второй раз все на те же грабли. Хлоп, полтора года падало, полтора года росло. Уже падает год и три месяца. Я сейчас никому не хочу призывать. Покупайте, берите, ждите. Это исключительно моя субъективная точка зрения, которой я не призываю никого верить, никому доверять. Я просто делюсь с вами своими догадками. И окажутся ли они верными, мы с вами посмотрим через годик. Когда биткоин стоил 60 тысяч долларов, я общаюсь практически ежедневно на эту тему криптовалюты со всеми своими друзьями. Обозначал цифру где-то 13-15, ну я говорил 15 тысяч долларов плюс-минус 2 тысячи. То есть от 13 до 17. То есть где-то вот в этом разрезе. 17500 уже точка была взята. То есть можно сказать, что я уже практически попал. Но я уверен, что все-таки это будет по нижней границе моего прогноза. То есть где-то 13-12, может быть даже до 11 тысяч упадет. И с вероятностью 10 процентов может пробить даже десятитысячное значение. Десять тысяч долларов. Друзья, ну и к чему же я все это так долго рассказываю с конкретными цифрами, со своим опытом? Друзья, скорее всего в ближайшие, ну я думаю несколько месяцев, месяц-два-три будет дно биткоина. И про него опять начнут все говорить, что друзья, это все вот эта хрень, опять мы облажались, да потеряли бабки, ну да хрен с ним. И вот когда люди, основная масса начнет думать и говорить именно так, это будет дно. И от этого дна пойдет отскок. И этот отскок, скорее всего, будет длиться опять полтора года. Я конкретно говорю за себя, я обязательно куплю при стоимости биткоина, если он упадет до 13 тысяч долларов, я обязательно куплю на какую-то сумму. Не сказать, что прям существенную, но и не сказать, что какую-то незначительную. Скорее всего, я куплю тысячи на 3-4 долларов. И вот сейчас мне хотелось бы обратиться ко всем вам, друзья, все, кто меня давно смотрит, все, кто меня давно знает и у кого есть возможность купить небольшую сумму, пусть даже это будет 100 долларов, 50 долларов, 200 долларов, неважно, любую несущественную и незначительную для вас сумму в криптовалюте. Подождите еще около месяца, до того момента, когда он упадет до 13 тысяч долларов, 13-15 можно покупать. И повторю, мы сейчас чуть-чуть дальше вернемся к разговору, что именно покупать, биткоин или какие-то альткоины. Если вы все-таки решитесь попробовать, испытать судьбу, а вдруг он пойдет вверх. Так вот, следующий мой прогноз, что биткоин дойдет до 200 тысяч долларов. То есть сейчас он доходил, вот эта буква М, о которой мы говорили, дошла 20, 65 и следующий виток где-то около 200, 180, 200 тысяч долларов. Так что если вы купите биткоин по 13 тысяч долларов и он дойдет до 20, это будет, ну давайте даже по 15 вы купите и дойдет он до 150, это будет опять те же X10. То есть ни в коем случае майнингом сейчас не вздумайте заниматься, сейчас все авито наполонено, заполнено, наполонено, заполнено майнингом, оборудованием для майнинга, потому что много людей понабрали кредиты, решили быстро заработать деньги, но вот видите, все повторяется, гравли одни и те же остаются на том же месте. Друзья, повторяю внимательно, последние деньги в криптовалюту не вкладывайте, но если у вас есть какая-то сумма, без которой вы проживете, даже если вы ее потеряете, тогда вы можете попробовать купить этот лотерейный билет, давайте назовем его так. То есть вложив 6 тысяч рублей, 100 долларов, через полтора года, может быть, у вас будет 1000 долларов. Если вы вложите 1000 долларов, у вас может быть, будет 10 тысяч долларов. Но опять же, можно и миллион долларов вложить, если у кого-то есть, но это риск. Мы с вами будем развивать эту крипто тему у нас на канале. Как вы знаете, я очень мало уделяю тому времени, потому что я знаю многих отношения, отношения многих людей, по сей день мне пишут Юра, МММ, пирамиды, ты что фигней занимаешься, друзья, но я уже на криптовалюте и на майнинге, и на холдинге, и на трейдинге, и заработал много, и были какие-то моменты, когда я вложил деньги, тоже с дури, вот здесь наверху, но вкладывал я в альткоины, не в биткоины. И было 30 тысяч долларов. У нас один из подписчиков Санкт-Петербурга, парня зовут Андрей, продал мне криптовалюту, не важно, дал, продал, купил, какая разница, отдал мне криптовалюту на 4 с половиной тысячи долларов, 4 с половиной тысячи USDT, и мы купили за эти доллары определенную монету, и эти 4 с половиной тысячи долларов превратили за полтора месяца в 30 тысяч долларов. Зафиксировались, и они лежали у нас в кармане. Ну, а потом получилось так, что это все пошло вниз. Повторяю, друзья, я сегодня не хочу рисовать какие-то головы, плечи, что-то вам рассказывать, просто концептуально хочу поделиться с вами своим личным опытом о том, что когда вот эта буква М вырисовывается, она состоит из двух вот таких пиков, когда вы на пике, ни в коем случае не заходите. Понятное дело, что если у вас получается определить дно, и у вас есть свободные деньги, вы можете это купить, и тогда ваши деньги пойдут, возможно, в рост. Так как криптовалюта очень сильно волатильная, то на это можно хорошо заработать, даже вложив 100 долларов, через год это может превратиться в 1000, если вы вложите 1000 долларов, это может превратиться в 10. Ну, я уже не говорю, если вы вложите 10, то превратится в 100. Но это, если мы говорим про биткоин. Биткоин это самая стабильная криптовалюта, она занимает топ-1, и скорее всего она будет на протяжении очень долгого времени в топ-1, и она не так волатильна, как некоторые другие монеты. Но этих некоторых других монет очень много, и я сегодня не буду, не повторяю, ни за какие монеты делать рекламу, рассказывать, это лучше, это хуже. Я сам занимаюсь наблюдением графиков новых монет, старых монет, альткоинов так называемых, то есть альткоины, это вся остальная криптовалюта, не биткоин. То есть есть биткоин, есть альткоин, это все остальное, это альткоины. Так вот, если вам удастся выкупить какую-то монету альткоин, то у вас может быть уже не x10, как с биткоином, у вас может быть x100, но главное, чтобы это было дно. Со дна можно стартануть вверх, так называемый тузум. Друзья, вот, собственно, основное, что я вам сегодня хотел рассказать, и уже рассказал о том, что биткоин это самая стабильная монета, альткоины, они очень сильно прыгают, демпингуются цена вверх-вниз, то есть волатильность так называемая. Так вот, если вы хотите все-таки попробовать испытать свой шанс на удачу, покупайте биткоин, риск того, что вы потеряете свои деньги, будет практически минимальный, практически равен нулю. То есть вниз биткоин уже, скорее всего, никогда до нуля не упадет, так как это вот недавно произошло с монетой Луна, так как это произошло с монетой Илон, которую я покупал на 30 тысяч долларов, и у нас в нее осталось там 3 тысячи долларов, но не суть. Попробуйте. Вы можете, кстати, купить на 50 долларов биткоина, на 50 долларов какой-то другой монеты. И через год, через полтора посмотрите на результат. Но, как я говорил в предыдущем ролике, ввиду событий на мировом фоне, отключений нашей страны, России, от международной системы SWIFT, ввиду широкомасштабных санкций, направленных против нашей страны, то, я думаю, в скором будущем, 5-10 лет, большая доля рынка перейдет на взаиморасчеты именно в криптовалюте. И если вложить некоторую часть денег, небольшую, несущественную, сейчас и забыть про них, то лет через 10, скорее всего, когда вы вспомните про эти деньги, может вы про них забыть, а потом вспомните, там может быть очень существенная сумма. В 2017 году, когда я регистрировался на бирже Binance, я покупал монетку BNB. Это монетка Binance Coin, грубо говоря. Она сокращенно называется BNB. Монета биржи Binance. Binance, Binance, кому как удобно. Я ее покупал тогда, она стоила, по-моему, 3 доллара. И у меня ее было там то ли 0,5, то ли 0,2. В общем, на 0,9 доллара у нее тогда было, я про нее забыл. И вот спустя 4 года я вернулся в биржу Binance и увидел, что у меня с 90 центов, вложенных в монету BNB, BNB, давайте назвать правильно, монету BNB у меня превратилась в 20, по-моему, 6 долларов. Ну и 26 долларов, вроде сумма-то небольшая, но было 90 центов, понимаете. А если бы я там оставил 100 долларов, то сейчас было бы где-то там, сколько там, умножить на 25, на 30. Это было бы 30 тысяч долларов, представляете. Друзья, вот, собственно, все, что я вам сегодня хотел рассказать. Такое криптовалютное сегодня видео. Я понимаю, что очень много, наверное, не оценят моих стараний, не оценят того, что я поделился своим опытом. Но, как говорится, у нас плейлистов много. Смотрите каждый то, что вам интересно в нашем канале. Друзья, всем большое спасибо. Обязательно не забудьте поставить лайк, поделитесь роликом с друзьями. И напишите обязательно в комментариях, что вы думаете. Я с вами прощаюсь. Как обычно, всем крепкого сибирского. Всем пока. Друзья, переходите по ссылочке в описании. Обязательно регистрируйтесь на бирже Binance. Пополняйте счет от 50 долларов. И получайте такую же уникальную вашу личную реферальную ссылку. И делитесь ею с друзьями. За каждого приглашенного друга у вас будет кэшбэк в виде 100 USDT на счет Binance.